приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня друзья в этом видео поговорим о том что ни в коем случае нельзя сделать в своем доме потому что этими действиями мыслями словами предметами и вещами вы просто на все приглашаете свою жизнь безденежнее нищету постоянные проблемы и болезни поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца и постарайтесь этого больше не делать но прямо сейчас ставьте лайк а в комментарии напишите слово открытие чтобы быть открытым для новых возможностей и перспектив также вы можете написать что я открыта для всего нового и радостного истинно будет так не забывайте прописывать ваше полное имя но мы с вами начинаем для каждого из нас дом это что-то особенное и каждый при произношении этого слова испытывает свои эмоции уют комфорт большинство людей в такой момент захочется даже улыбнуться мы всегда спешим вернуться домой где бы мы не находились на отдыхе в гостях на работе или же просто на прогулке так как даже если где-то и хорошо то так как дома не будет нигде как вы знаете дом квартира это особое место со своей особой энергетикой порой мы не можем всего высказать словами но ощущаем это на энергетическом уровне важно проводить вовремя энергетические чистки соблюдать правила чтобы дом становился защитной крепости и ни одна ненужная и негативная энергия не могли в него попасть многие люди делают все что от них зависит чтобы не испортить энергетику жилья ведь знает что от этого напрямую зависит и общее самочувствие и состояние всех тех кто в данном доме живет от этого состояния зависит и другие сферы жизни людей в доме с крепкой светлая энергетика биополе у людей намного крепче они быстрее восстанавливаются даже если в течение дня им приходится сталкиваться с людьми которые их биополе нарушают а вот в доме со слабой и негативная энергетика их не ждет ничего хорошего и биополе вместо того чтобы восстанавливаться начинают разрушаться апатия и депрессия преследует членов семьи и негативно сказываются на образе жизни и на окружающих энергиях часто много неправильных поступков мы совершаем по незнанию а также потому что нам кажется что ничего такого в данном действии нет а возможно это что это весело и интересно бывает и такое что не можем контролировать свои эмоции которые переполняет а потом жалеем что действие свершилось и что и негатив вырвалась вырвался и так что же не стоит делать в доме чтобы не нарушать его особую энергетику не перекрывать каналы через которые поступают светлые энергии и тем самым иметь возможность восстанавливать в нем свои силы укрываясь от проблем и бед во первых нельзя фотографировать спящих людей даже если вам этого очень сильно хочется сделать конечно человек которого мы любим во время сна кажется нам очень милым мы хотим запечатлеть эти эмоции но это очень опасное действие таким поступком вы приносите непоправимый вред тому человеку который спит во время сна душа человека путешествует между энергетическими полями и от того какой снится человеку сон хороший или нет зависит то какие энергии данного человека в этот момент переполняют это где он находится а вы запечатлив его в этот момент сохраняете его среди этого всего а вы знаете что фотография способна передавать энергии которые на ней запечатлены вы их не видите но фотография то их сохраняет если данного человека вы сфотографировали во время того когда он был среди ненужных энергий то они будут окружать его постоянно в течение суток что будут наполнять его постоянным негативом меняя его жизнь не в лучшую сторону может даже начать болеть и объяснить что с ним происходит не получится многие родители гоняясь за модой стараются делать милые фотографии новорожденных детей во время сна но знаете что такими фотографиями вы разрушаете энергетическое поле малыша которое еще очень слабо и подвластно любому негативу со стороны такого делать категорически нельзя поэтому даже не пробуйте чтобы потом не пришлось глядя на такие фотографии жалеть о необдуманных поступках и последствиях также не стоит размещать зеркало в спальне так как во время сна человека отображаясь в зеркале может застрять между мирами и притянуть нехорошую сущность в дом которая принесет вред вред уже не только ему но и полностью энергетики данного дома такое воздействие ощутят уже все члены семьи особенно те кто имеет слабое биополе они будут ощущать сильные ночные страхи из-за чего не будут спать даже не должно быть и зеркало размещено так чтобы в нем отображалась входная дверь это будет мешать хорошим энергиям поступать в дом а если в него попадет негатив то зеркало его впитает а затем при умноженном количестве вернет обратно что перекроет энергетические каналы жилья получится энергетический застой в таком доме станет неприятно находиться будет желание поскорее его покинуть если вы раз будете размещать зеркало на кухне и в нем будет отображаться обеденный стол то это перекроет поступление изобилия в него вас будут периодически возникать проблемы финансового характера с которыми будут не просто справиться а если такое зеркало посмотрит недоброжелательный или завистливый человек из вашего дома уйдет любовь взаимопонимание уважение насчет возникать неприятные разговоры могут быть измены и предательство в любых проявлениях поэтому не рискуйте и размещайте зеркала придерживаясь всех правил не ругайтесь близкими людьми стоя перед зеркалом такой необдуманный поступок может разрушить вашу семью если вы скажете слова которые несут в себе сильный негатив зеркало это приумножит и притянет к вам с каждым днем этот негатив будет приумножаться и распространяться по дому что в результате приведет к разводу в таком случае даже самые любящие ранее люди могут остаться непримиримыми врагами если в такой момент перед зеркалом будут сказаны слова про клены то это приведет к тому что тот кто кому они относились может сильно заболеть также у такого человека в личной жизни на каждом шагу будут возникать проблемы которые будут разрушать его энергетическое поле не стоит перед зеркалом говорить о себе плохо посылая негативные посылы так как таким действием вы привлекаете к себе неудачи неприятности все то что вы озвучите вслух если вы скажете что некрасивые так и знаете что с внешностью что-то произойдет может начаться например аллергия проявиться акне если скажете что вы глупы это притянет проблемы с памятью вы начнете совершать необдуманные поступки все плохое что будете говорить она будет программировать ваш энергетический код на негатив перед зеркалом нельзя есть это лишит вас красоты а также наполнит вашу жизнь неудачами которые будут преследовать вас во всех делах за которые вы только возьметесь не сможете ничего закончить с пользой и для себя нельзя смотреть и в зеркало ночью так как в это время активизируется негативные энергии если ваше зеркало впитала негатив то это может притянуть притянуть в дом злую сущность которая будет приносить вред насчет ломаться техника протекать трубы ощущаться неприятный запах гнили плесени и так далее также никогда не зашивайте на себе дырки не пришивайте пуговицы не шейте ничего сидя на кровати так как такими действиями вы пришиваете к себе уже опасные энергии которые перекроют доступ к вам и не к вам всего хорошего и это принесет не только неприятные коррективы вашу жизнь но уже скажется и на вашем будущем вашим планам не дано будет осуществиться а вы надолго останетесь на том месте где сейчас находитесь и жизнь возможно станет скучной и неинтересной если такой поступок сделает женщина которая собирается выйти замуж брак не состоится она много лет проведет в одиночестве костельное белье с дырками и потертостями не должно быть в вашем обиходе от него лучше сразу избавляться чтобы потом не думать почему ваша жизнь наполнилась различными нехорошими событиями но если вы зашьете пододеяльник на оболочку простынь сидя на кровати это разрушит энергетику вашего жилья а также вашу семью любовь и страсть вас покинут а злоба и скандалы к сожалению придут вашу семью помните о том что стол это сакральное место с которым должны соблюдаться все правила поэтому ни в коем случае не вытирайте со стола воду рукой это наполнит вашу жизнь сплетнями не струшивайте рукой крошки это притянет ваш дом денежные проблемы которые приведут к нищете денежная энергия покинет ваш дом связь не разорвется и для того чтобы все восстановить вам уже понадобится потратить много сил и главное времени которые вы могли бы прожить счастливо и без нужды нельзя на столе оставлять грязную посуду это наполнит дом негативом а стол его к сожалению только при умножить если в такой момент в дом придет еще и человек завистью со злостью то знаете что он с легкостью сможет унести с собой все то чему он завидует будь то ваше здоровье любовь успех или что-то другое оставите на столе пустые до бутылки наполните дом пустотой а все сбережения которые у вас имеются придется потратить на непредвиденные действия а также если в такой период что-то приобретете в дом это не будет долго вам служить поломается из-за чего вы сильно расстроитесь так как деньги будут выброшены в пустоту также никогда не смотрите в в доме фильмы ужасов так как такие фильмы способны притягивать на эмоциональном уровне негативной энергии человек эмоциями которые излучают во время такого фильма будут их приумножать что будет отображаться в ночных кошмарах в недомогании и в бессилии если вы слишком любите такие фильмы возьмите за правило ходить смотреть их в кинотеатре так негатив которые они несут этот что вы будете излучать останется вне дома но после просмотра такого фильма всегда умывайте лицо чтобы не принести эти ненужные эмоции и энергии в свой дом не обижайте домашних любимцев ведь они излучают любовь которые способны подпитывать вас в нужные моменты а вы таким действием перекрываете это на энергетическом уровне чем не только лишаете себя их помощи но и притягиваете злые энергии которые притянут злых людей вашу жизнь они научат вас что зло порождает зло такой урок вам вряд ли понравится также обиженные животные способны притягивать энергии которые перекроют поступление и при умножении особой энергетики вашего жилья что ощутит не только тот кто обижает животное но и те кто в таком доме живут если животное покалечить то да то беда насти не самый непредвиденный момент избежать ее просто на всего не получится поэтому если не готовы оберегать и лелеять домашнего любимца пожалуйста не заводите его помните о том что нельзя спать так чтобы луна во время сна попадала на лицо это отберет у вас жизненно важные силы и может произойти беда поэтому если такое происходит вам нужно переставить кровать другое место если такой возможности нет позаботьтесь о том чтобы зашторивать окно но не рискуйте собственным здоровьем и силами также луна не должна попадать и на кроватку ребенка это лишит его сил он будет капризным если это подросток то вы утратите с ним связь будут скандалы на каждом шагу никогда не празднуйте свой день рождения на день раньше таким действием вы подвергаете себя опасности так как за неделю до дня рождения энергетика человека ослабевает и пригласив гостей которые к вам нечистосердечные вы весь этот негатив подберете из-за чего вашей жизни на протяжении всего следующего года будет полно интриг сплетен всевозможных плохих событий у вас есть ваш день рождения и праздновать и его как положено тогда и год для вас будут счастливым и радостным вы сможете противостоять любому негативу а также в такой день все пожелания которые будут сказаны именно от души будут только приумножаться следите за тем чтобы веник вашем доме был не поломанный чтобы не распадался на части чтобы не был грязным держите его всегда вверх щетиной и не забывайте что это берег для вашего дома и от того в каком состоянии он находится напрямую зависит его энергетика а значит и влияние на вас никогда не прячьте деньги под кроватью под шкафами так как это притянет денежные проблемы а если в том месте соберется еще и пыль то перекроет поступление денег ваш дом для денег место должно быть уютным тогда они будут приумножаться а не утекать следите за тем чтобы мусор выносился раз в сутки иначе ведро с отходами будет притягивать негативной энергии ваш дом а с ними неприятности и в коем случае не размещайте ведро перед зеркалом даже на некоторое время так как такое действие разрушит полностью энергетику вашего жилья и восстановить ее будет невозможно из такого дома придется съехать так как в нем станет просто навсего невыносимо находиться вашем доме не должно быть и дверей которые скрипят так как это не только будут злить домового но и притянет сильные проблемы в жизнь главы семьи они могут коснуться и абсолютно любой сферы его жизни поэтому обдумывайте все действия которые делаете у себя дома соблюдайте правил лучше делать все не спеша чем поспешив жалеть о содеянном энергетику жилья легко разрушить а вот для восстановления нужно будет изрядно потрудиться поэтому лучше не тратьте нужные силы попусту а используйте их во благо себе и своим родным ведь когда энергетика жилья крепкая и положительная друзья это прекрасно это замечательно друзья 100 прямо сейчас ставьте лайк этому видео в комментарии напишите слово открытие чтобы быть открытым для новых возможностей и перспектив а возможно у вас есть какое-то желание обязательно промеж пропишите его и вселенная это обязательно отправит вам самое ближайшее время друзья но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна это следующее рекомендованное видео для вас нажимайте на то виде которого на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья всех вам мыслимых и немыслимых благ услышимся с вами уже буквально в следующем видео